Так, все говорили, почему же я против биометрии и так далее. Потому что это создаст копию аватара. Сейчас бизнес такой пошел, и мне и многим блогерам начали присылать такие, давайте мы создадим вам аватара, копию вас, и нейросеть будет создавать как бы ролики, как будто это вы снимаете. По-настоящему это ваша копия. То есть это компьютер будет говорить, там голос нужно сфоткаться всего лишь на зеленой стенке, как говорится, и так далее. В чем здесь опасность? Я вам объясню. Государство, конечно, требует вашей копии. Не делайте этого. Мы не знаем, какой преступник, какая конченая тварь возьмет ваш аватар, вашу копию, и будет штамповать видео, допустим, призывая, там, боги упасите, называется там, к терроризму, к убийству, да, там, в какой-нибудь порнухе его там будут приклеивать лицо, и уже как живого, да, снимать. И потом полиция будет бегать за этим человеком и говорить, вы знаете, а вот вы в порнухе снимались там, детям что-то плохое предлагали, а вот там-то что-то еще творили, призвали там, может, терактом, не знаю, да. И вот эта копия цифровая, как вы докажете, что это не фейк? Понимаете, в чем вот эта грань опасности, куда власть тащит всех с чиновниками? Цифровые паспорта, вот это все. Это все и есть. Потом вы не вылезете оттуда, вы не докажете никому, никогда. Как мне приходилось сидеть в ментовке и доказывать, что это дипфейк видео, да. Вот, называется, докажите, что ты не дурак. Потом, когда до них дошло, что у меня голос не совпадает, то есть у меня, я картавлю, да, а там чистый голос, идеальный. Вообще, даже акцента не ставится. Идеальная дикция вот эта вся прослежена, да. То есть, когда это создано, это сначала замечали мы тогда. Сейчас это уже сложнее. Технологии совершенствуются. И многие блогеры берут это на вооружение, как дебилы продают свою цифровую копию. А куда террористам, бандитам, извращенцам, маньякам, педофилам ее продадут? Там в порнуху какую-нибудь. Неизвестно. И что она будет делать, как проститутка ваша цифровая копия, ваша копия, да, на видео, это уже опасно. Многие бегут за популярностью, думают, это так легко и просто, облегчает мне работу. Это не облегчает. Вы продаете себя фактически. То есть, если цифровая копия ваша существует, значит, можно купить квартиру с помощью вашей цифровой копии, забрать у вас квартиру, машину, в кредит вас загнать банк может. И не спрашивая вас с помощью вашего электронного паспорта, что угодно можно сделать. Вы даже не думаете. Вашего ребенка пустить на органы. А вы не знали. Ваши дети не являются вашими. Насколько я смотрел многих документов, у них кто опекун? МВД. Сюрприз. Вот оно будущее. Прекрасное в России, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова